Слава Богу! Если у вас есть те бланки, которые вы заполняли о молитвах, о молитвенных нуждах, пожалуйста, здесь будет проходить сборка, корзиночка такая, положите туда, мы за них обязательно помолимся в конце. Я хочу продолжить то, что я уже говорил. Конечно же, вы правы, что справедливо начать продолжить цикл проповеди о блудном сыне. Потому что если что-то начал, нужно закончить до конца. Но знаете, после всех праздников и общения с нашими служителями, с людьми, которых я конкретно знаю, и понимая ситуацию, я пришел к выводу, что я бы хотел говорить об этом сейчас, о том, что я говорю. Моя тема, моя проповедь, она проста. Где твое сердце, где сердце твое, там и сокровище. Эта тема не новая, о ней очень часто говорят, но и говорить нельзя. Не говорить тоже нельзя. Потому что фактически, когда мы говорим о сокровище, о нашем сердце, и это проповедь о том, что мы люди все-таки, и каждый из нас хочет жить хорошо. И хорошо жить никто не запретит. Кто со мной согласен? Потому что мы так хотим. Мы хотим свидетельствовать людям своей жизнью и не стыдиться, что мы верующие в Бога. Чтобы Бог нас благословляет, что у нас есть все необходимое. Нам приятно, когда мы можем не просто засвидетельствовать о том, что Бог сделал, а нам приятно, когда еще мы можем сказать, посмотрим, насколько много Он сделал в моей жизни. И этот частый вопрос остается с нами. Когда мы говорим людям о том, что мы благословены или благословение, что мы имеем в виду? Очень часто люди приходят ко мне и в мой адрес делают такие реплики. Они прекрасные, хорошие реплики. Я благодарен Богу, как бы подтверждение моей жизни. Они говорят такие слова. Вы благословенный человек, у вас такая жена. Вот такая жена, как бы каким-то завистью такой, знаете. Но слово благословенный всегда меняет обстоятельства. Что благословенный тем, что у меня есть жена. И на самом деле Писание говорит о том, что благословен тот муж, у которого жена все зазидает. Правильно? То есть благословенный. Благословенный вы человек, потому что у вас все дети с Господом. Потому что понимаешь, что многие люди молят за своих детей, чтобы они стали верующими. Вы благословенный человек, у вас есть транспорт, на чем переезжать. Потому что нам ехать с Котовского или из дальних рубежей очень сложно. У нас не на чем ехать. Мы пока приедем в собрание, мы по общине служения пропустили. Вы благословенный человек, потому что у вас есть что кушать. И я это тоже понимаю. Вы благословенный человек, потому что у вас есть такая мама, которая вас вымолила и за вас постоянно молится. И я это тоже понимаю. И самое интересное, вы благословенный человек, потому что у вас есть куда уехать, если что. Знаете, вот этот самый простой, последний такой. Вы благословенный, потому что у вас есть куда уехать, если что. А что? А что? Вообще, что будет? Когда мы используем слово благословенный, фактически мы хотим выразить то, что мы имеем в виду. А что мы имеем в виду, когда мы говорим благословенный человек? Что мы имеем в виду? Больше денег, здоровья, счастья, везения, расположения, благополучность семьи. Что мы имеем в виду, когда мы говорим благословенный? Кто из нас не хочет жить благословенной жизнью? Тема сегодняшней проповеди конкретно касается нашей благословения, благословенной жизнью. Что это значит? Каждый из нас включает в это слово свое понимание. Но чаще всего, вот то, что я перечислил, больше денег, здоровья, счастья, везения, расположения, благополучность жизни, наверное, все вышеперечисленное для того, чтобы не ошибиться. Вот мы говорим, будь благословен, вот все, что пастор сказал, вот это все тебе пускай будет, и много, и чересчур, и переизбытком, и вылезть это сверх нормы и так далее, и тому подобное. Наверное, все наши желания, которые мы имеем для благословения людей, скрываются в учении Ишуа. Вот мы и слышим, что благословляйте врагов ваших, да? Кто из вас вообще мог сказать своему врагу, своему неприятелю, то, кто сделал тебе больно, неприятно, плохо, сказать, ну я тебе желаю счастья. И искренне. У нас же говорят чаще всего, мы тебе желаем счастья, так, чтобы ты так имел, как ты меня поимел. Правильно, да, такое? У нас в человеческом состоянии такое, что мы выражаем все не просто словами, а еще и эмоциями. Сегодня я бы хотел продолжить пытки миллионеров. Я не утрирую. Сегодня я хочу немножко на теме, кто мечтает быть миллионером, кто входил в тысячу миллионеров, там и так далее, и так далее, мечты, да? Я хочу вам устроить пытки по поводу темы быть благословенным и быть благословенной жизни. Давайте вместе откроем два местописания, которые очень часто употребляются, когда мы говорим благословением. Очень часто употребляются. Это будет Матфея 7 глава и Луки 6 глава. Потому что эти два места, они параллельные. Кто понимает, о чем я говорю? Параллельные. То есть один подтверждает другое. Правильно, они как бы сходны. Итак, Матфея 7 глава, 1-2 стих. «Не судите и не будете судимы». Да, или там «не судите и да не будете судимы». Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какую меру вы мерите, такой вам будет что? Мерить. Если бы вы смогли бы, если бы вы проповедник были, если бы вы на домашней группе ведете слово, вот эти два стиха, какой темы вы бы ее возглавили, сказали бы название темы? Прочитав эти два местописания, две строчки, как бы вы назвали бы вот это послание? Одним словом. «Престережение». Что? «Престережение». Или же можно сказать «не судите». Правда? Очень коротко и ясно. Все в этом месте написано «не судите и да не будете судимы». Мы соглашаемся с этим, что здесь написано «не судите». То есть тема вот этого послания, которое Ишуа говорит, Матфея 7 глава, «не судите и вы не будете судимы». То есть говорится о суде. Вопрос такой простой к вам. Там хоть каким-то намеком, каким-то образом, какими-то там, может быть, знаками еврейскими или греческими, каким бы вообще говорится о деньгах. То есть мы понимаем четко, что там говорится что? Суде. Вот суд. «Не судите и не будьте судимы». Все. Кто из вас понимает это? Очень просто, очень хорошо, правда? О деньгах там не говорится абсолютно. О финансовом благополучии, о финансовых, ну как бы сказать, процветаниях ничего там не говорится. Кто из вас понимает это? Теперь давайте мы повторим все вместе это вот послание. То есть мы запомним специально для себя на сердце, попробуем запомнить эти строки. «Не судите и не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какую мерою меряете, такую и вам будут мерить». Еще раз почитайте, все вместе. Давайте попробуем. Вы можете читать? Давайте. «Не судите и не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какую мерою меряете, такую и вам будут мерить». Не все говорят, потому что они все понимают, что вот наговорюсь сейчас, оно к моей жизни придет. Друзья, от того, что вы говорите или не говорите, Писание, оно сбывается. Это Божье Слово. Верите вы в ад или не верите, он существует. Верите вы в небеса или не верите в небеса, они есть. Верите вы в Бога или нет, он есть. И поэтому, если там сказаны такие слова, нам нужно немножко включать свой разум о том, что Бог сегодня хочет нам говорить. И по этой причине, пока мы говорим это, откройте Луки 6 глава, 37-38 стих. Это параллельное место. Параллельно означает похожие, сходство, как бы некое такое подтверждение тому, что было сказано до этого. Я прочитаю не все, не полностью все, но прочитаю сходство, в котором эти два местописания, они схожи. Там начинается так, 37 стих. Не судите и не будете, что? И 38 стих, то последняя строчка. Ибо какой меры вы мерите, такой же отмерится. И что? Похоже это местописание? Очень похоже. Очень похоже местописание. Скажите, пожалуйста, мне, какая тема была первого местописания? Матфея 7 глава. Какая тема была? Что? Еще раз. Я хочу, чтобы вы немножко включились в это, потому что о том, о чем буду говорить, поможет вам вообще в жизни разбираться, что такое благословение. Что мы имеем в виду, когда мы говорим, ты благословен, Бог тебя благословляет. И что мы хотим вообще понимать о принципе благословения, благословенной жизни. То есть жизнь, которую мы всегда хотим, чтобы мы получили. Потому что чаще всего, когда мы поздравляем друг друга, когда мы говорим друг другу пожелания, тосты, пишем открытки, благословения. Знаете, почему мы это делаем? Потому что мы так хотим, чтобы и нам то пожелали, и оно все исполнилось. Но это так, это он только есть, правда? Мы открыто говорим сегодня. Смотрите, разве стих каким-то образом вообще поменялось что-либо там? Нет? Знаете, вот та же тема, тот же контекст, тот же вывод, но в сущности Лука немного добавляет, или даже не добавляет, он детализирует высказывание Ишуа, но при этом не искажает его послание. Смотрите, что там написано. Не судите и не будьте судимы, не осуждайте и не будьте осуждены, прощайте, и прощены будут вам. Давайте дастся вам меру добрую, трясенную, нагнетенную и переполненную, отсыпают вам в лоно ваше, ибо какой меру меряете такой же, и что отмерится и вам. Интересно такое, да? Когда мы говорим об этом местописании, сразу как будто мы думаем о том, что здесь послание немножко другое, чем говорит Матфей. Почему? Потому что мы привыкли слышать от проповедников и от служителей, которые проповедуют благоуспешную жизнь, благословенную жизнь, процветание, умножение и так далее, послание как раз из Луки 38 главы. Мы привыкли, что мы сосредотачиваемся над словом, которое говорится, давайте и дастся вам. Поэтому мы считаем, что эти два местописания, они отличаются. Но скажите, отличается ли послание Матфея от послания Луки? Какой бы было Матфея, говорили, не судите. Какое же здесь послание Луки? Какое послание Луки? Вот именно. Люди говорят, давайте, на самом деле, не суди. На самом деле, не суди. Вот мы как будто потерялись. Мы каким-то образом сосредоточены на этих двух словах давайте и дастся вам. А на самом деле теряем контекст, который Ишуа имеет в своем послании. Давайте и дастся вам. Но в самом деле, здесь говорится очень глубокие отношения. Ты давай. И то, что ты отдаешь, отдастся тебе как нищему на поле, и который делает все, чтобы это было с избытком, так что оно рассыпается. Я заморочил вам голову, да? Совсем. Давайте для того, чтобы давать. Давайте для того, чтобы давать. Не давать для того, чтобы получить с выгодой. Давайте для того, чтобы давать. И знаете, очень интересная Божья экономия. Экономика вообще по сути. Божья экономика, можно сказать, союз, экономический союз с Богом, выражается очень просто. Все, что ты сеешь, ты что? Пожинаешь. И пожинаешь всегда с избытком. То есть, ты берешь семя, его посеял, и всегда то, что ты посеял, придет к тебе с большей причиной, то есть большим отходом. И фактически, для меня Евангелие от Луки, вот это послание, 6 глава, 38 стих особенно, да, очень прекрасное место. Знаете, в нем столько надежды, в нем столько, знаете, вдохновения, с одной стороны, а с другой это очень и очень страшный и настерегающий стих. Возьмем простую вещь. Что мы делаем вот в этом принципе, когда мы даем, может давать что? Что угодно. И вы можете спросить, Ребе, ну понятно, что в этом стихе, который 38 стих, может ли вообще мы предположить, что там говорится о деньгах? Мы можем предположить, но это напрямую никогда не связано с деньгами. Другими словами, что я хочу сказать, что когда мы сеем, то все, что мы можем посеять, например, осуждение, потому что начинается с того, не судите. Начинается с того, что не судите, правда? А если мы осуждаем, мы посеяли осуждение. Добрая весит, знаете, в чем? Мы пожнем осуждение, но вам больше скажу. Утрясенное, переполненное и сверх того нагнетенное. Услышьте меня, пожалуйста. Принцип на самом деле хорошее послание. Давайте дастся вам. Хорошее, да, послание. Вы услышите меня. Вы потом уйдете отсюда благословенным. Я хочу, чтобы вы услышали принцип. Все, что мы даем, все, что мы отдаем, то ли это слово, то ли это дело, то ли это время, то ли это наше помазание, наши дары или там наши способности, все приходит к нам во много раз больше, то есть оно возвращается к нам. Принцип, который там говорится, все, что ты сеешь, все, что ты отдаешь, вернется к тебе, как к нищему, который собирает это так, чтобы утрясти и побольше, и сверху, и чтобы оно еще рассыпалось, когда несешь домой. Как насчет осуждения? Как насчет клеветы? Как насчет, ну, как сказать, еще там, ну, так сказать, подлых вещей, которые делают люди? Может быть, не сознательно, но то, что мы сеем. Но знаете, Ишуа говорит еще послание не только об этом. Он говорит, что прощайте и простится вам больше, чем вы прощаете других людей. Простится вам больше, чем вы прощаетесь. Сострадайте. И к вам будут сострадать, и больше будут сострадать. Благословляйте. Благорасполагайтесь. Любите. И если мы сеем все это, то что оно, тот же принцип, оно вернется больше, утрясенное, чтобы нам больше влезло, с горсточкой, и чтобы оно высыпалось. Другими словами, Ишуа, он говорит о том, что осуждение, это же понять, что осуждение, суд, и другие вещи, которые негативные, они имеют свои последствия. И он говорит, что если ты хочешь изменить это, делай обратное, которое нужно делать. Мне очень часто говорят, ребят, вот вы не проповедник процветания, вы что, не хотите, чтобы народ процветал, чтобы он был успешным? Я верю в процветание. Друзья, я верю в процветание. Я верю, что каждый верующий человек должен быть успешным во всех своих путях. Все, что он не делает, он должен делать, как для кого? Для Господа. Он должен быть успешным. Но знаете, я могу вам сказать, почему я не противлюсь иногда вот этим посланиям, будем говорить так, преуспевания. По одной причине. Потому что очень часто используют это местописание Луки 6 глава 38 стих с понятием того, что когда ты будешь давать, то ты должен получить. Вместо того, чтобы послание было, когда ты даешь, ты вознаграждаешься. Услышите? Большая разница. Большая разница. Потому что иначе, в таком смысле, если ты будешь давать, ты получишь, знаете, больше, больше получишь. У всех из нас включилась бы правильная говорилка, то есть в голове, вот такое. Ага. Они хорошо учат. Давайте мы вытащим сейчас немножко денежек. Я положу 10, возьму 20 обратно. То есть Бог даст мне, да, вот этот. Ага, почему тогда из нас не миллионеры все? Сколько из нас давало? Сколько мы делали? Что случилось? Какая часть? Но услышьте меня внимательно. Потому что чаще всего это место Писания используют для того, чтобы когда ты даешь, ты должен получить это еще больше. Вместо того, чтобы когда ты даешь, приходит вознаграждение. Вознаграждение. Поэтому послание Ишуа говорится, давайте, да, для того, чтобы еще давать. Еще давать. Не просто получить. Знаете, момент такой, кто из вас переживал так, когда ты отдавал то, что у тебя было, может быть, последнее и так далее, и тебе возвращалось. Ты опять давал, и ты чувствовал себя, что, вау, Бог за меня заботится. Он так хорошо действует. Я могу быть благословенен для всех. И ты не думаешь так, ага, я отдал две пары сапог, теперь я ожидаю пять. Вообще, не знаю, что делать этими пятью сапогами, но жду, чтобы у меня было их пять. Пять обязательно было. То есть, другими словами, когда мы имеем в себе мышление вознаграждение от Бога, мы тогда меняем свой смысл. Потому что 30 стих той же главы говорится так, «Всякому просящему тебя давай от взявшего твое не требуй назад». «Всякому просящему тебя давай и не требуй назад». Это не означает, что мы не должны отдавать наши долги. Послание все-таки тем, кто дает. Понимаете, о чем говорю? Когда человек настроен на том, что ты даешь и веришь, что у Бога все, как бы он даст, он должен мне дать, ты требуешь у него что-то. Вы понимаете, о чем я говорю? А здесь Ишуов говорит, когда ты даешь, кто тебя просит, не ожидая, чтобы тебе вернется. Жди, как во награждение, благословение, которого ты не ожидаешь. Другими словами, Лука 6 глава 38 стих говорит так, «Чтобы давать, давайте для того, чтобы отдавать, а не для того, чтобы получать». с прибылью. В каких случаях я могу сказать следующее? Что многие люди, имея принцип себе в голове, давайте, тебе вернется с большей лихвой, чувствуют себя в том, что мы начнем иметь бизнес с Богом. Я ему 10, он мне 20. Думаю, на небесах не радуются такому откровению, которое мы имеем. Дошло, наконец, до них дошло. На самом деле, Бог указывает нам на наши недостатки. Если Богу ничего не нужно, золото, серебро и все остальное, для Него это ничто. зачем Он учит нас даянию? Давать, чтобы получать. Он для того, чтобы мы поняли немножко другой уровень. Давать ради даяния, чтобы мы влюблялись в Бога, как Он за нас заботится и нас учит. Давать, чтобы мы могли отдавать и не требовать назад. Бог всегда хочет благословить нас. Бог всегда хочет нас благословить. Он хочет дать нам больше, чем мы ожидаем. Хочу рассказать о успехе еврейского народа, который следовал Божьей Торе относительно даяния. Откройте вместе со мной Второзаконие 15 глава 7 по 11 глава стихи. Я почитаю сначала два стиха и вы увидите нечто, что может быть раньше вы замечали, но не видя глубину даяния. Если же будет у тебя нищий кто-либо из братьев твоих в одном из жилищей твоих на земле твоей, которую Господь Бог дал твой, дал тебе, то не ожесточи сердце твоего и не сожми руки твоей перед нищим братом твоим, но открой ему руку твою и дай ему взаймы, смотря по его нужде, в чем он нуждается. Слово здесь что делать? Давать. Давать. Для того, чтобы иметь благословенную жизнь фактически для нас, верующих людей, я вам дам четыре совета, которые могут изменить вашу жизнь. Когда вы будете жить жизнью, наполненной счастьем, первое, это разобраться со своим самолюбивым сердцем. Первое, что нам нужно, разобраться с нашим самолюбивым сердцем. Мы хотим жить хорошо. Это нормально. Никто не против, чтобы мы жили хорошо, хорошо одевались, хорошо имели обувь, имели одежду и все необходимое. Но нужно разобраться, потому что 9 стих говорит, берегись, чтобы не вошла в сердце твое беззаконная мысль, приближаться седьмой год, год прощения, и чтобы оттого глаз твой не сделался немилостив к нищему брату твоему, и ты не отказал ему, ибо он возобьет на тебя Господу и будет на тебе грех или великий грех. Кто бы из вас хотел, чтобы в Украине был такой закон? На седьмой год прощаются все долги. И все наши долги, которые у нас есть там по коммунальным, по банкам, все бы прощалось. Было бы интересно, правда? Кто бы не против? Но в самом деле здесь интересная вещь, которую Господь хочет научить нас, чтобы избавить нас от коррумпированного сердца. Тогда, когда приходит время, когда придет тебе твой брат и просит о нужде, чтобы ты не подумал, а, если я ему дам то, что я хочу ему дать, вот хочу дать, а за год меня не вернет, там шестой год, шесть с половиной уже лет прошло, а еще полгода, я должен его простить, тогда я не буду. Бог называет это самолюбивым сердцем, то есть то, что ты себя любишь, ущемленность, которую ты чувствуешь, а я не получу своего обратно и не получу, потому что седьмой год приходит, мне нужно прощать, и поэтому я ему не дам. Бог называет это грехом, злом, безнравственностью, нечестием и опасностью для человека. Если мы сможем разрешить наше понимание о том, что самолюбивое сердце не позволяет нам жить благословенной жизнью, тогда мы сможем видеть Бога по-другому. Если мы решим этот вопрос, мы будем видеть его благословение всегда во всем. Когда наша рука открыта благословлять, независимо от того, вернется к нам наше добро или не вернется, мы будем открыты, потому что Бог благословляет нас, когда мы имеем правильное сердце. Второе, это разобраться с жадным сердцем нашим. То есть жадина, помните, как в детстве говорили, жадина, говядина. Я не знаю, почему так говядина, почему здесь прификсованность. Но при всем это жадина. Но на самом деле там сердце, которое сожалеет о том, что ты даешь. Когда это происходит. Десятый стих. дай ему взаймы, дай ему сколько он просит и сколько ему нужно. И когда будешь давать ему, не должно скорбеть сердце твое. Ибо зато благословит тебя Господь Бог твой во всех делах твоих и во всем, что будет делаться руками твоими. Вау. Он говорит, чтобы не скорбело твое сердце. Как интересно, когда подумал об этом, все равно понял. Когда мы хотим дать, то есть что-то дать, нас напрягает наше самолюбие. По какой-то причине мы не даем, потому что самолюбие. Нам не дадут, не вернут, ни при каких условиях. А когда мы дали, нас давит жаба, которая называется жадность. Кто из вас переживал такое? Вы когда-то может быть дали большую сумму финансов на какой-то проект? Или же вы вложили свое время на звонки, позвонили людям, посещали их? Вы так много служили, почти все свое время, максимум своего времени вложили в то дело, которое есть в нашем сердце, и вдруг в какой-то момент вас ограбили, или же у вас поломалась какая-то мебель, какие-то такие очень догостоящие вещи. Было такое, нет? Я скажу так, у меня было. Такие вещи, которые ты вложил все или время, все остальное, но поломалось, и ты сидишь и думаешь, вот это да, попал. Вот если бы не дал бы вчера, сегодня бы все было бы нормально, я бы не сидел в холоде, у меня бы все было нормально, был бы на транспорте, я бы все мог отремонтировать и так далее. И вдруг сожаление приходит, что ты дал. и Бог говорит, что так не должно быть, потому что если ты это делаешь, если ты отдашь то, что необходимо, то есть ты будешь давать без сожаления в своем сердце, то Бог тебя благословит, потому что там написано об этом, что благословит тебя Господь. Да, я думаю, что вот так вот, когда об этом думал, думаю сейчас, у нас же так много людей в больнице, но чтобы пойти в больницу, нужно еще какие-то, ну, с руками пустыми не пойдешь, правда? Надо пойти сейчас прикупить какие-то апельсины, каких-то еще, мандарин. Думаю, что после собрания я, наверное, так и сделаю, чтобы это самое, чтобы навестить людей. Денег нет. Как это может быть, когда денег нет? Может, кто-то даст мне денег? Ух ты! Ух ты! Вы дали денег 400 гривен есть. Нью-Моспит, все хорошо. Он забыл, что на собрании. Но при всем этом, знаете, я надеюсь, что Сереже, Олег, тебе не жалко было дать денег? Видите, ты пожертвовал тоже эти деньги. почему? Почему им так легко вам было сделать? И ты тоже, смотри, пожалуйста. И ты... Спасибо, спасибо. Нюма, тебе тоже не было жалко их отдать. На доброе дело всегда есть какое-то хорошее. можно будет покупать и пойти на спаситель людей. Причина, почему так просто так произошло. Знаете, почему? Потому что это не их деньги. И эти деньги дал им. Это мои деньги. потому им легко было с ними расстаться. И Нюме тоже дал. Им легко с ними было расстаться по одной причине, потому что они получили это все на временное хранение. Пока я не призову. Услышьте меня правильно. Мы должны понимать, что всем в этом мире всей экономикой, всеми нашими финансами, нашим временем, нашим вложением, нашим талантом владеет кто? Бог. И Он распоряжается. И то, что мы приобрели по Его милости и благости, кому принадлежит фактически? Почему мы имеем проблему с тем, чтобы отдавать наше время на репетиции, на посещение людей после фестиваля, звонки, которые нам нужно сделать, потому что мы думаем, это наше время, это мой телефон, это мои финансы, это моя жизнь, почему я должен тратить это все на то, что вокруг меня? А потому что у Бога есть этот принцип. Дайте и дастся вам. Мы уже приобрели что-то, и когда приходит призыв Божий, нам нужно иметь открытое сердце, реагировать на это. Почему? Потому что там написано в этом стихе, что ибо Бог тебя за это что? Благословит. Когда мы реагируем, когда у нас есть нужды, когда нам нужно посетить людей, домашние группы, позвонить. Я честно скажу, после фестиваля у нас очень много работы, очень много работы. Столько людей, которые непосещаемы были, которых нужно просто прийти, мы хотим вас пригласить на праздники, позвонить просто, даже посетить в больнице, в которой у нас люди болеют, которые не могут дозвониться, и другие проблемы, которые у нас есть, я вам скажу, то, что мы имеем, мы можем давать. И когда мы это делаем? Мы ожидаем ли обратно? Я сделаю 10 звонков, у меня счет пополнится еще на 50 гривен автоматом от Бога. А? Нет? Нет. Но вдруг приходит какое-то особенное благословение, которое ты не ожидаешь. Открываются двери, которые ты никогда не видел раньше, способности и возможности, которые до этого никак не открывались. Причина, по которой мы желаем или жалеем наши деньги, наше время, наши звонки, потому что мы не доверяем Богу. Последнее, третье, созидать себе даятеля с щедрым сердцем. Созидать себе. Я скажу, что очень сложно созидать себе сердце даятеля, потому что вам всегда кажется вторая мысль. Вот когда бедному даешь, да, иногда на улице, вторая мысль идет, и кто-то тебе обязательно подскажет, а ты же не знаешь, на что он податит деньги, он пойдет нажрется там, я говорю, чего, булочек, пирожков, дай Бог, чтобы он это покушал. А пастор, вы же не знаете, посмотрите на него, он совсем уже конченый человек, я говорю, кончать его еще? Мы не знаем, конечно же, и сразу мысль приходит, а может неправильно мы даем. Поэтому мы останавливаемся на понимании, а зачем вообще давать, кому мы даем, что с этим сделать, а может наши деньги хуже ему сделают. Я думаю, что все зависит от сердца. Бог, я вам честно скажу, не благословит ваше даяние. Бог благословляет даяние, которое дается от искреннего сердца. Я запутал, конечно, да, правда? Когда мы искренне даем с помощью, с желанием, чтобы Царство Божие расширялось, только эта позиция, тогда мы увидим этот возврат Божий, вознаграждение свыше. Когда мы открыты, наше сердце открыто благословлять, приходить, словословить, петь, служить, звонить от искреннего сердца, я вас убеждаю в том, что Бог обязательно ответит на все ваши просьбы. Ваше даяние от искреннего сердца, как это широкое сердце, да, Бог всегда что благословит, Он всегда будет за вас. фактически вера в Бога приводит к доверию, к Его заповедям, потому что 14 стих 15 главы Второзаконие говорит, снабди Его, не просто благословить, услышите следующий момент, чтобы быть успешным, быть благословенным в жизни, там написано, но снабди Его, на еврейском больше говорится, не просто дай Ему снабдить, а там щедро, так, чтобы у Него было без сомнения, что Ты искренне Ему даешь от ста твоих, от гумна твоего, от очила твоего, дай Ему, чем благословил тебя Господь Бог твой, дай Ему, не просто давайте, да, вот там благословляйте все, а дай искренне, от щедрого сердца, и фактически, когда мы делаем это, Бог всегда будет выходить на нас встречу, быть щедрым весьма и во всем, включая финансы и служения, щедрым, когда мы, нас спрашивают послужить, щедрым, когда нас просят убрать, когда нам придется собраться, когда мы говорим, что мы делаем вместе евангелизацию, когда мы звоним, щедрость сердца, Бог смотрит на щедрость сердца, чтобы благословить нас. Я еще раз говорю, у нас есть что делать, быть щедрым на всякое доброе дело. Матфея 6, 21 еще говорит, где сокровище твое, там и что сердце. Где сокровище? Чаще всего люди говорят, путают, где сердце твое, там и твое сокровище. Кто встречал этот момент? Здесь сердце твое. Другими словами, это состояние сердца. Но на самом деле, где твое сокровище? На чем твой фокус сосредоточен? Если это семья, семья, твое сокровище, семья, там должно быть твое сердце. Ты должен больше вкладывать туда финансы, ты должен благословлять, ездить на отдых с детьми, ездить даже в парк и так далее, ты должен вкладывать в это. И оно вернется тебе. Не сейчас, не сразу, но оно вернется. Я скажу еще такой момент. У нас здесь бизнесмены есть, которые имеют свой личный бизнес. Я вам скажу честно, вот так смотрите, когда у вас есть проект, ваши деньги, которые вы вкладываете в проект, когда вы вложили туда, в него, ваше сердце где? куда вложил? Правильно. В проекте вы начинаете что за него делать? Молиться. Первый индикатор. За что молимся? За то, чтобы оно состоялось, чтобы я денег не потерял, чтобы я был успешным, чтобы я был это правильно. Я не смехаюсь. Слушайте, я покажу вам принцип, когда мы вкладываем и наше сердце там, мы за это молимся, мы себя дисциплинируем, мы ищем контакты, мы развиваем эту тему, мы звоним, мы прозваниваем, мы умоляем, мы просим, мы делаем такие брошюрки, рассылаем, мы в интернете начинаем всем давать свой сервис, бизнес свой, мы его рекламируем, мы его делаем в защиту, мы пытаемся людей в этом завернуть. Вопросы, что для Бога самое главное? Люди, расширение Царства Божьего, и если наше сердце не в Царстве Божьем, оно где-то в другом месте. Давайте помолимся за мир в Украине. Я сразу спрашиваю, твое сердце за мир или просто отмазка хорошей молитвы. Если наше сердце в этом бизнесе, в расширении Царства Божьего, в том, чтобы его Царство расширялось и люди получали свободу, прощение, освобождение, тогда мы полагаем наше сердце туда, мы тогда за него и молимся, и звоним, и обхаживаем, и просим, и умоляем, и рекламки, мы делаем все, потому что мы заинтересованы в том, чтобы Царство Божье расширялось. Просто? Просто. Но не совсем. Потому что нам нужно развивать эту щедрость. Щедрость в звонках, посещении, щедрость в помощи людям, щедрость в даянии финансов, щедрость, которую мы хотели бы всегда иметь. Тогда наша жизнь будет полна удовольствия, удовлетворения в Боге, что то, что Он нас просит, мы делаем. И тот пример, который я вам сказал, дайте мне помощь, мне нужно пойти посетить людей. И сразу несколько людей встали, раз, и сделали. Почему? Потому что они понимают принцип, все приходящее в их жизнь, это помощь, то есть, которую Бог дает. И Он, когда призывает, нам легко отдать, нам легко участвовать, потому что мы чувствуем себя ответственными. И как Нюма говорил, у меня почти ничего нету, что Бог там дал, положил 50 гривен и провозгласил. А у него молитва о том, чтобы люди познали Бога. И Он делает это, потому что, может быть, ничего не имеет. И последний, четвертый пункт, это развивать в себе благодарное сердце. Развивать в себе благодарное сердце. Многие из нас в буквальном смысле попали в это Царство Божье, потому что кто-то когда-то нам смог дать надежду. Мы смогли получить то, что нам не хватало. И я спрошу простые вещи. Простые вещи. Когда мы пришли к Богу, когда много лет назад, может быть, недавно, мы готовы были вкладывать в Царство Божье все, что у нас есть. Вспомните себя. Вспомните себя. У вас не было ничего, вы отдавали все, что у вас было. У вас не было много времени, вы все равно уделяли его людям. У вас даже были, когда ваш бизнес вы начинали, и если это касалось благовестия и так далее, вы откладывали встречи, всевозможные сделки выгодны ради того, чтобы Царство Божье увеличивалось. Вспомним, что мы делали. Мы жертвовали последние, мы ездили на евангелизации, мы собирали этих бомжей и кормили, мы помогали тем зависимым людям и отправляли их в другие репцентры, мы делали свои. Что произошло? Что изменилось в этом мире в то время, когда Бог нас благословил? Когда мы стали чувствовать, что Бог с нами, то мы были никем, не звали нас никак, и мы не имели ничего, мы вкладывали понемногу, но также мы смотрели на Царство Божье немножко по другим ракурсам, мы отдавали, мы сели, мы жертвовали, время и все, что у нас было. и в это время же мы не замечали, как Бог нам возвращал вознаграждение, не оплата, не там ты дал и там получил, а вознаграждение, оно больше и больше и больше было. Знаете, это вот момент, когда мы должны быть благодарными. Давайте задаемся в вопрос, что случилось? Где эта надежда? Где время? Где мы сегодня? И я верю, что у нас может быть все по-другому. Если бы ваши люди, которые не знают вас, спросили бы, ну почему ты так жертвуешь? Почему ты ходишь? Почему ты отдаешь самое последнее нищим, бедным? Почему ты так вовлечен в это Царство Божье? Что бы вы им ответили? Сегодня может это не популярно, мы пытаемся сделать фасад верующих людей, но внутри мы понимаем, что мы бы ответили очень просто. Мы бы сказали так, если бы ты знал, кем я был раньше, если бы ты знал, откуда он меня взял, если бы ты знал, кем бы, где бы я мог очутиться, я готов все отдать для того, что Бог сделал для меня. вспомним, откуда мы пришли, вспомним, откуда нас Бог взял, откуда, благодарность производит щедрость, 15 стих говорит такие простые слова, помни, что ты был рабом в земле египетской, и избавил тебя Господь Бог твой, потому что я сегодня и заповедую тебе сие. Помни, кем ты был, и Бог говорит сегодня, будь благодарным. Благодарность выявляется щедростью, щедростью нашего времени, нашего служения, нашего таланта, если дело это делать искренне, хорошо и максимум. Если у нас есть талант, развивать его, если у нас есть бизнес, развивать его, вкладывать туда все то, что Бог дал тебе ради одной цели, чтобы это служило на Царство Небесное. На Царство Небесное. Мы любим себя, мы люди, и от этого не избавиться. Я хочу еще раз, чтобы вы понимали, Бог заповедывает нам быть щедрыми во всем. Бог хочет, чтобы мы жили благословенной жизни. Для этого вы были избраны Богом. Поэтому Он вас благословил и взял к себе. Мотивация моя очень проста в даянии. Быть благодарным Богу. По-украински, знаете, там звучит получше, вдячными. Кто понимает, в чем слово, вдячными. Другими словами, это Богу невозможно оплатить обратно ничего. Как бы ты ни пытался, Он все равно перебьет тебя. Ты Ему две сотни, Он тебе три сотни. Ты Ему дашь больше времени служить, Он тебе даст больше отдыха. Невозможно перебить Божие благословения. Но я вам скажу так, приятно наслаждаться им, Богом. Когда ты свободен от того, чтобы не давать, что имею в виду? Когда ты свободен от того, чтобы тебя жаба давила о том, что этот ужасный человек тебе никогда не отдаст ничего. Ты дал, потому что ты даешь. ты благословляешь, потому что так хочешь. Как насчет того, чтобы у нас иметь синагогу постоянно в зал, который мы могли бы сделать намного больше? Хорошо, пастор, мечтайте. Мечтайте. А я скажу так, а как насчет того, чтобы этот зал был наполнен людьми? О, это более реально. Поэтому предлагаю вам сегодня. выбрать этот хороший принцип служить временем, талантом, способностям, вашими телефонами, вашими финансами. Будьте благословены во всем. Мы сейчас ставим наши ноги, у нас сегодня хлебопреломление. я надеюсь, что эта проповедь сможет вас подстегнуть на размышления. Помните, они спокойно отдали эти деньги. Понятно, что им не было жалко то, что не их. Знаете, когда люди говорят, не жалко бы не свое. Своё никогда не жалко. Вернее, не свое, не жалко. Задайте Богу вопрос. Насколько вы жадны к деньгам? Насколько вы жадны к своему времени? полежу, в интернет залезу, ляши поточу немножко. О, Господи, время на домашнюю группу. Какая у меня причина есть, чтобы не пойти? А, точно, точно, забыл позвонить. Навещу сестру звонок. на полчаса я опоздал на домашнюю. У меня была причина. Как насчет того, чтобы посетить людей? Список у нас есть? Это было вчера, это позавчера, это было третьего дня, этих не было дома. К этим не пойду, потому что рядом соседи, они меня хорошо знают. Отец Небесный, где наше сердце? Мы спрашиваем в первую очередь себя. И если оно плотяное, сочувствующее, человеческое, Господь дай нам его развивать в нашем даянии, в нашей щедрости, в нашей благодарности. если нас щимит сердце, когда приходит время что-то делать для Царства Божьего, Господи, да, переступить первый, когда страх, и помнить, что Ты благословляешь тогда, когда мы даем. Давайте, дастся вам мерою утрясенную, нагнетенную и изливающейся по закромам. Дай нам понять принцип сеяния и жатвы, благословения и проклятия, принцип, с которым жить приятно и хорошо, и даже когда у нас нет ничего, чтобы могли помочь тем, у которых совсем ничего нет. Даже буханка хлеба сможет спасти душу бедного и голодного нищего, не отвращать своей души от тех, кто нуждается. Тех сотни людей, которые, которым мы пообещали после фестиваля постучать в двери, позвонить к ним. Господь, мы обещали это. Как нам исполнить это? Научи нас быть благословением и чтобы мы чувствовали себя, что мы благословены. спасибо тебе за кровь твою, за искупление. И кем бы мы были сегодня, если бы не ты? Где бы мы очутились? Или где мы себя увидели бы? Где бы мы были бы, если бы не твоя святая кровь? Спасибо тебе. . Спасибо за субтитры DimaTorzok. Продолжение следует...